Не ожидал тебя увидеть. Я думал, что ты... Сидишь и плачешь в каком-нибудь уголке, где тебя никто не найдёт. Волшебное создание! Ты умеешь читать мои мысли? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить гейшен инфаркт. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно плата подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или подписаться на мою чудесную... Мой чудесный телеграм. Вот. Погнали. На мою чудесную телеграм. Это охуенно. Правда? Вы согласны? Но это слишком большая услуга. Ничего, мы тоже хотим помочь подземелью. И потом, это ведь я во всём виноват. А что случилось? Что мы пропустили? Привет. Лисик только что рассказал нам, что произошло. Давай я сам. Это я главный виновник всех бедствий, что обрушились на подземелье. Ох, Лисик. Всё началось с того, что у входа в подземелье я увидел прекрасную водяную сферу. Она напомнила мне астролябию, которую я получил в подарок от дедушки, когда мне было семь лет. Мне стало любопытно, может ли сфера вращаться, я коснулся её и... Откуда мне было знать, что эта сфера ядра всего подземелья? То есть, когда всё вокруг пошло кувырком, я понял, что дело плохо. Не ты один виноват, я тоже не уследила. Надо было поместить ядро в более надёжное место. У входа в подземелье ты про тот большущий водяной шар? Вот и всё. Мы все подумали, что можно сделать. И Лисик предложил свою помощь в ремонте и укреплении подземелья. Но он один вряд ли справится, так что мы с Олой тоже решили остаться и помочь ему. Нет, я не такая сердовольная, как Калия. Моя задача проследить, чтобы Лисик опять чего-нибудь не натворил, вот и всё. Ага, конечно! Ола, это звучит уже неубедительно. Хотя Эмбер предупреждала, что на такие реплики... Что на такие реплики, надо просто кивать и поддакивать. Ну? Эмб, Лисик, сегодня у тебя будет много работы. А, конечно, скоро начну. Так или иначе, обед сегодня на всех готовит Лисик. Отличная возможность загладить вино. Я постараюсь, не сомневайтесь. Что? Нет, то есть... Спасибо, что даёте мне возможность загладить вино. Я уже чувствую, как во мне кипят силы... Ой... Может, я уже чувствую жар печи? Очень хорошо, но не стоит тратить её силы в пустую. Многие участки подземелья давно ждут ремонта, нам предстоит осмотреть их по очереди. Похоже, идея порядком взбодрилась, отыскав добровольцев, которые помогут ей привести подземелью в порядок. Итак, здесь с планом действий мы определились. Теперь надо решить, чем займётся другая группа. Я позову остальных, нужно отправить... Отправиться в путь как можно раньше. И убежала. Ну ладно, теперь она хотя бы развеселилась. Наверное, впервые почувствовала себя главной. Спустя какое-то время вы отправляетесь в путь вместе с Клейки и Сангономией. История с ней начали. Последняя заключительная. Да блин, туда телепортнуться нельзя, придётся пешкодрала херачить. Ладно. Между прочим, бро, ты типа охраняешь? Или ещё? Здоров. Ага. Да, 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 да. Да, 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 да. да он охранял так а вообще мы шли куда-то сюда а это опа зырича нашел четыре купона бля а где противник охрен знает ну и ладно блять тихо так но мне в любом случае куда-то сюда куда мы теперь нам нужно найти последние детали есть ли моя догадка верно она попала к тому самому режиссеру о котором написано на табличке на какой табличке ни что не укроется от глаз генерала что такое режиссер как ты не вовремя со своим трендежом нахуй и и и и значит тетя идея все-таки круче правда что скажешь идея может кто-то объяснить а я воспользуюсь возможностью отдохнуть здорово опаньки а давай вот так еще попа всех отмудухал все пособирал блин чё такие бомжатские эти самые ну ладно не достал сундуки чё такие бомжатские он редко выходит целыми дними сидит в своем домике на дереве мастерит реквизит пишет пьеса надо только вспомнить где находится его домик тетя идея ты что не помнишь эм я ведь простой талисман думаю он там возможно он любит любит одиночество но если твоему режиссеру приходится носить реквизит из дома на сцену и обратно скорее всего он живет неподалеку от театра и когда ставишь пьеса хорошо иметь возможность в любой момент посмотреть на сцену на его месте я построила бы себе домик вон там но откуда ты знаешь где находится театр ну это просто декорации в том направлении выглядят намного интереснее и правда почему я сама не додумалась так вот блять hd а есть да сука сесть и так вот разобрался есть блять таш камеру то поверни есть есть и приехали ладно только а чё они тут делают а тут какой-то квест ладно фиг с ним туки туки а мальчик мы тебе просто так вошли вот да тебя это не смущает надеюсь нет здорово куда подевался автомат мужские мужские ростовые фигуры есть а вот женские а кто здесь иди иди это я зусимас ну как эффектное появление не ожидал не ожидал тебя увидеть я думал что ты сидишь и плачешь в каком нибудь уголке где тебя никто не найдет волшебное создание ты умеешь читать мои мысли меня зовут пойман нет мысли пойман читать не умеет просто много раз слышала эту фразу все единогласно в оценке твоего поведения идея я сразу знала что не гожусь на роль управляющей но теперь я нашла свое истинное призвание я талисман талисман это твоя новая роль не помня такого в сценарии ладно хватит обо мне я хочу познакомить тебя со своими друзьями идея по очереди представляет вас зусимаса и бла 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 теперь ты понял зачем мы пришли ну что деталь выпавшая из центрального узла и сейчас у тебя да но поломка подземелья вызвала множество неисправностей в сценических механизмах я больше не могу ставить спектакли ясно то есть ты держишь детали в заложниках пока мы не починим механизма нет пока мы не починим сцену я думала ему нужен реквизит ведь он говорил про ростовые фигуры а вдруг сама деталь сломалась и нужно ее починить зусимас большую часть времени проводит за написанием пьес думаю он хочет чтобы мы отредактировали его работу давайте он сам скажет да что на вас нашло за кого вы меня принимаете деталь в порядке если хотите отдам ее вам прямо сейчас я хотел попросить вас помочь мне с постановкой видите вас так много а у меня как раз много ролей на которые нужны актеры постановка на сцене ура будет очень весело я хочу помочь можно not bad и еще я не буду скрывать я как раз я сломал голову над сюжетом своей последней пьесы и тут появились вы и ко мне вдруг пришло вдохновение эх как бы вам объяснить увидев вас я понял как закончить пьесу а ты про ту самую пьесу над которой бьешься уже целую вечность серьезно ты придумал как ее закончить да дайте мне немного времени я скоро ее допишу идея а это тебе но ого он в самом деле пошел дописывать пьесу эх Зусимас давно хотел написать историю о вурии волшебница идею он взял из известной легенды но придумал только начало а потом застрял вы пока отдохните а я посмотрю могу ли я чем то здесь помочь подождем когда он закончит пьесу и тогда обсудим дальнейшие действия спустя некоторое время вдохновленный Зусимас возвращается все поражены тем как быстро он закончил работу друзья мои режиссер должен быть отличным рассказчиком а чтобы рассказать хорошую историю нужно вдохновение поэтому увидев генерала с ангономию я сразу понял что моей пьесе не хватает еще одной героини с ней сюжет получился цельным и органичным посмотрите свои реплики и мы разыграем пьесу по ролям не хочу все ли понятно дядя Зусимас можно спросить как читается это слово флюгиги хаймен дай-ка взглянуть ага пристанище это значит временное жилье или убежище здесь нужны очень милые интонации не забудь а еще это слово его я тоже не знаю ничего страшного после собрания сядем и вместе разберем твои реплики спасибо кейя мне сейчас показалось что в сценическом мастерстве вы человек искушенный неужели раньше вы были актером вы преувеличиваете просто пьеса хорошо написана реплики сами ложатся на язык ох правда значит у вас талант серьезно я давно искал такого актера если однажды я стану знаменитым режиссером приглашу вас работать у меня да нам с вами нужно оставаться на связи мы отправимся на гастроли ну что ж ладно прекрасно прекрасно ну что прошу вас еще разок прочесть пьесу по ролям учитывая мои замечания попробуйте каждый вжиться в свою роль а я пока проверю сцену если вдруг что я буду в большом театре прямо в центре ого интересно какие театры бывают в подземелья так а вообще давай пойдем посмотрим пока все собираются ладно а блин тут рядом блин тут рядом там хочет чтобы мы больше ты минутка а таки еще выше пойти а а а а а боюсь у меня возникли некоторые проблема так но тут в целом как-то на этих вы нет надо было бы проехать наверное блядский рот она конечно сейчас пишет блять я куда-то не туда улетел я прям куда-то очень не туда улетел разберемся наползти по скале это конечно вариант блин ладно дерево наверное не получилось бы зуб даю это надо делать не так но скажем тем не менее куда-то я забрался так на это еще выше ебать колотить так как на эту хуйню подняться ну тут же она не зацепится что-то было или зацепиться о зацепилась я не ожидал что ты творишь ебаная камера о норм я куда-то вышел это конечно прикольно вообще где-то тут телепорт а вот он супер собака так что-то я сделал хотелось бы конечно еще узнать что но ладно оставим пока этот вопрос без ответа а вообще мне мне блять куда-то сюда надо а блять ебаный то на сос да не слышала я никакого между прочим громкоговорителя я я я сомни я сомни я сомни сомни или нет а стоп нет что крайне мере местечко интересное стоп вернулись туда же что нихуя блять не понял блять я ж тут уже был ебучие маркеры забаговали пиздец класс спасибо где же он только что был здесь вы в это типа чипятка привет ты еще занят это вы идите сюда посмотрите на эту сцену она сделана по моему проекту значит режиссер должен еще и сцену проектировать я не обычный режиссер я один работаю же за режиссера сценариста декоратор а это очень трудно идея бы точно не справилась идея тоже приходится непросто она единственный зритель на моих спектаклях правда она часто меня критикует то есть у нее хватает наглости тебя критиковать но она делится со мной своими впечатлениями ты сам не знаешь что хотел сказать это просто смешно я думаю дело все дело в том что ей не нравится как я пишу предпринт идея критикует мои постановки но она оказала мне большую помощь она похоже на театрального агента я ей очень благодарен потому что только здесь я смог попробовать себя в роли режиссера а раньше ты чем занимался вообще-то я с детства мечтал стать режиссером мальчиком я приходил домой после спектаклей раз за разом проигрывал в голове все что видел на сцене так у меня появилась мечта стать режиссером к сожалению я мало что умел только мастерить разные поделки поэтому меня взяли в театр реквизитором иногда я помогал с декорациями не подумайте чего я люблю мастерить декорации но мне куда больше нравится самому ставить пьеса на сцене поэтому на табличке написано всего одно слово режиссер да ты еще говорила что не умеешь читать мои мысли кстати можно попросить вас об одном одолжение никак не могу найти режиссерский экземпляр своей пьесы тот самый который ты недавно закончил да я со своим экземпляром пришел сюда все осмотреть а теперь он куда-то пропал он либо здесь либо в мезонине больше я никуда с ним не ходил но эм мне еще нужно подготовить сцену а я никак не могу отлучиться можно попросить вас да мне вообще плохо и ну ладно конечно ма быстро одна нога тут другая там знаете что такое одна нога тут другая там хуевый сапер есть между прочим смотрю их там собралась достаточно чтобы получить камешком окей это чё а а с помощью этой хуйни я смогу отыскать остальные купоны бля 90 штук надо такая куда мне тихо ага бачу ёбаная белка я белка убил и все дальше есть где-то выше показывают блять она скользит по этой хуйне нет она проходит сквозь бля а как туда забраться что-то я не вдупляю так кажется я понял а а он кто куда по съебам дал его блять а типа надо угадать ну то есть проследить ей спасибо блять вот забрались сюда чуть-чуть подумать надо было ой здесь столько книг но где же искать авторские экземпляры пьесы но и варианты буль так со второго этажа доносится голос капельки давай посмотрим так конечно заебись а второй этаж как работает тут ступенек же нигде нет не нигде а ебись вода так я определенно понимаю что мы тут не пролезем тихо и они еще легких путей ща все будет есть бульк 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 он как раз должен быть закончен так что давай посмотрим какой из сценариев самый объемный а потом заглянем в конец кажется это единственный экземпляр который нам подходит и его явно закончили совсем недавно это он давай отнесем его зосимасу зосимас мы принесли твой экземпляр спасибо вы мне очень помогли а времени осталось совсем мало со сцены еще столько работы что же придется импровизировать но это ничего ведь само выступление намного важнее пусть со сцены не все ладно зритель ничего не замечет пока выступление продолжается как будто сам не веришь не веришь своим словам я понял театр искусства случайностей даже если одни и те же актеры постоянно играют одну и ту же пьесу представления все равно будут немного отличаться поэтому каждое выступление неповторимо ты прав но у меня остаются сомнения эх ладно у меня к вам последняя просьба килокера ты ведь умеешь заходить в препринт дело в том что все мои декорации изготовлены с помощью препринта сначала я мастерю предметы из тех или иных материалов а потом помещаю их в препринт первоначально препринт использовался чтобы строить подземелья а я делаю все наоборот превращаю разные предметы в препринты что противоречит исходному замыслу но идея сказала что если мне это действительно необходимо она не будет возражать а так вот что ты имел ввиду ладно и что нам делать я хотел бы чтобы килокера зашла в препринт отыскала там сцену и помогла мне с реквизитом и декорациями и так я становлюсь закулисным колдоводом понимаете просто эмм ты не хочешь пропустить представление так вот оно что конечно занимаясь постановкой реквизитом и разными механизмами ты пропустишь все самое интересное да я понимаю что до настоящих драматургов мне далеко но пусть даже я сам не знаю что хочу сказать пусть местами пьеса становится просто смешной мне хочется посмотреть как она будет разыграна на сцене ну разве можно отказать после таких слов мы будем рады помочь огромное вам спасибо тогда я расскажу остальным а когда вы будете готовы можно начинать а давным-давно в королевстве жители которого были лишены солнечного света и страдали от тьмы жил был великий вор великий вор люди прозвали меня подождите господинки повернитесь к приемнику иначе звук будет нестабильным ладно люди прозвали меня разбойник с кинжалами но не знали что все награбленное я отдавал бедным увы среди этого мрака злодеи бесчинствуют укрытые пеленой тьмы в то время как добрые и честные люди не блуждают в поисках выхода в слепую в поисках выхода в слепую пока великого вора кирзали тяжелые думы мир вдруг изменился и из-за горизонта пролетела по небу одинокая звезда я уже на этом механизме стоял пусть тележ на мгновение она мне разорила светом если я найду источник этого света то смогу разогнать ее тьму и она больше не будет застилать людям глаза великий вор тут же пустился в путь за звездой которая летела все дальше и дальше и дальше да блять муж встал окей и звезда улетела похоже мне придется идти через пустыню а пустыня что простиралась пред его глазами ходила множество жутких легенд хуже того звезда приземлилась в самом труднодоступном месте я не успеваю так быстро а раз уж я здесь нет смысла отступать преодолел многочисленные опасности великий вор оказался в глубине пустыни но увидел он не упавшую звезду а девочку в белом так странно я уверен что звезда упала именно здесь девочка может быть ты знаешь куда исчез ослепительный свет и девочка ответила ему странник издалека свет который вы ищите всего лишь огонь заточенный в сосуде но пламя его угасло а потому свет исчез огонь в сосуде именно так тот сосуд был даром для людей и девочка поведала великому вору о происхождении сосуда когда-то девочка жила в королевстве над водопадом но затем одну династию сменила другая и девочка и ее соплеменники бежали куда глаза глядят ее путь пролегал сквозь лесные чащи и густой туман и чаще густой туман м-м-м-м-п-подожди Если бы я нашла фонарь, то смогла бы пройти сквозь лес живой. Её руки и ноги были спещерены порезами. Но девочка шла вперёд, превозмогая боль. Путь был опасным, но она была полна решимости. Я зашла слишком далеко, и я не сверну. Шпонь. Когда цель была уже близка, путь ей внезапно преградили густые заросли шиповы. Я бы отдала всё, что у меня есть, лишь бы мне помогли. Искреннее желание у девочки было услышано. Стоп, 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 стоп! Нет механизма для последнего участка зарослей! Забыл проверить панели шипов. Согласно сюжету, заросли теперь должны исчезнуть, да? Да, не могу поверить, что я это упустил. Теперь это проблематично. Кали поможет! Чё? Госпожа почётный рыцарь, лови её! А это ведь прыг-скок-бомба! Искреннее желание девочки было услышано, и оказавшаяся неподалёку прыг-скок-бомба открыла ей путь. Большое спасибо, прыг-скок-бомба! Девочка смогла пройти вглубь лесной чащи, но нашла-то мне фонарь, осветящийся красным светом ведьмам. Уточню, что в оригинальном сценарии именно эта ведьма чего-то там... Это лучше упомянуть в конце! Ведьма посочувствовала обиде девочке и передала ей сосуд. Затем она поведала девочке о происхождении сосуда. Алая ведьма не боялась приключений и любила путешествовать. Однажды во время отдыха в Азиси она подобрала на берегу озера красивые сосуды в форме полумесяца. Клею скорее на свет! Иду, иду! Алая ведьма была талантливым магом и могла исполнять желания людей. Она наделила сосуд своим чудес... Своими чудесными свойствами. Вот только желания могли исполняться только внутри сосуда. Ух, ну что за чудесная штуковина! С ней можно играть или устроить внутри уютное убежище. По дуву внутрь сосуда алая ведьма наделила его способность исполнять... Исполнить одно желание за пределами стеклянных... Ага, значит нужно подуть? Фух! Ух ты, сосуд засветился! Огонь загорелся внутри сосуда и он стал таким жалым как сама ведьма. Закончив рассказ, ведьма оставила алый сосуд и исчезла. Значит, этот сосуд может исполнять желание! Тогда я хочу покинуть это место и отправиться туда, куда никто не сможет добраться! И что теперь? Словно бы я коротко спрашивал сосуд. Не знаю! Пламя в сосуде погасло. Девочка исполнила свое единственное желание и перенеслась в пустыню, где никто не мог ее найти. Дослушав рассказ, великий вор, пришедший в поисках падающей звезды, был несколько разочарован потому, что яркий свет, который мог исполнять желание за пределами сосуда. Как странно, если бы мое желание действительно исполнилось, это место никто не смог бы найти. Наверное, так и должно было случиться. Пустыня была очень опасна. Но я был полон решимости дойти, несмотря ни на что. Тогда забирай сосуд. Возможно, он исполнит твое желание. Жаль, что только внутри него. Все, чего я желаю. Тогда девочка вызвала свет внутри сосуда, как хотел великий вор. Они заметили, что хотя свет горел только внутри сосуда, но через его стенки он мог достигнуть любой точки мира. Он не такой ослепительный, как тот огненный свет, но тоже великолепен. Если я заберу сосуд, что же будешь делать ты? Не знаю. Тогда почему бы тебе не вернуться со мной? У девочки не было причин отказываться, и вслед за великим вором она вернулась в королевство мрака. Свет, который они принесли, разогнал тьму. Ежели они долго и счастливо. Ну вот, похоже, все прошло отлично. Тетя, почетный рыцарь. Я ведь здорово играла. Похоже на клеящую алую ведьму. Ого, ну и костюм у тебя. Паймана видела твою тень и сразу обратила внимание на шляпку. Такая милая. А теперь она не маленький фюрер. Эх, ушла эпоха. Ты просто рождена для этой роли. Клея очень понравилась. Спасибо, дядя Зусимос. Нет, не так. Спасибо, дядя режиссер. Дядя режиссер? Ого, а меня еще никто так не называл. Спасибо, мой маленький маг. Милый маг. Я очень рад. Тетя Идия сказала, что ты сам придумал и смастерил мой костюм. А она только немного подгнала его по фигуре. Ты такой молодец. Да, ты большой молодец. И Идия тот же. Да что там ерунда. Простая очередная история из серии. Ох, мне нечего надеть на бал. В такие минуты умения шить очень выручает. Шитье тоже своего рода искусство. Идия, ты намного талантливее, чем привыкла о себе думать. Да? О, мне надо идти. Вы пока все обсудите. Чего она убежала? Идия, так легко смутить. Она совсем не умеет быть в центре внимания. Идия очень чувствительная и неуверенная в себе. Надеюсь, она не плачет сейчас где-нибудь. Хм, мне за нее тревожно. Не беспокойся, я пойду к ней. Друзья, до скорой встречи. Ну, как вам постановка? Какие впечатления? А, так надо собраться с мыслями. Ты уверен, что хочешь услышать наше мнение? Конечно. Я готов услышать любой отзыв. Так что говорите честно и без утайки. Не надо меня жалеть. Ну, раз так. Ладно, Пайман начнет. Сначала диалоги было интересно слушать, но ближе к концу и реплики стали совсем скучными. Как будто у драматурга закончилось вдохновение. И персонажи вели себя немного странно. Пайман не поняла задумку, только начинаешь выникать в суть, бац, сцена уже закончилась. Да, Пайман права. Ты попытался сделать Амашу тысячи ночей. Но в результате сюжет начисто лишился связанности. И проблемы с реквизитом тоже подпортили впечатление. Тётя Иди, она ты ведь ушла. Ну, знаешь, когда начинают обсуждать разные важные вещи, я моментально возвращаюсь. Особенно, когда выпадает возможность покритиковать мою постановку. Но мне понравилось, что у истории получился хороший конец. Иди, а ты ещё строже Пайман. Правда? А я ещё подбирала слово, чтобы не сильно его обидеть. Иди, а можно тебя на минутку? Конечно, извините, я скоро. Пайман, продолжай в том же духе. Хорошо, тогда Пайман выскажет и ещё одно замечание. Говори. Режиссёр должен уметь слушать критику. Конец надо переписать. Героиня получалась слишком наивной. Разве можно было в такой ситуации сказать, «А я тоже не знаю». Это ведь странно. Её народ живёт в скитаниях. А она думает только о себе. Значит, конец не так уж хорош. Всё хорошо. Без критики невозможно двигаться вперёд. Я многое понял, пока сидел в зрительном зале. Моя мечта сбылась. Молодец! Так, эээ, что... Молодец, что так к этому относишься. Кажется, ты совсем не расстроился. Не могу сказать, что совсем не расстроился, но вы говорите правду. Я и сам вижу, что пьеса далека от идеала. Но Пайман помнит, что ты дописывал пьесу в большей спешке. Может, мы с Эдией были к тебе слишком строги? Вы требуете невозможного. Ха-ха-ха. Ничего. Работа на сцене для меня важнее всего остального. В детстве мы все любили фантазировать, верно? Я разыгрывал представления с куклами и бумажными фигурками при свете масляной лампы. Они оживали и танцевали на стенах. Мне никогда не надоедал мой театр. И сейчас я тот же самый ребёнок, который лежал на кровати и придумывал голоса своим куклам. И настоящее представление на сцене дарит мне ту же самую радость, что и игрушечный театр из моего детства. Конечно, постановка была бы невозможна без актёров и остальной команды. И я очень вам благодарен. Не нужно благодарить! Было весело! Ха-ха. Вот, возьмите. Килокера — это и есть та самая деталь, которую я обещал вам отдать. Фонарь? Ой, то есть, керосиновая лампа? Это ведь бутылка со сцены, которая светилась, если в неё подуть. Да, точно. Угадай, почему она светится? Там внутри живёт маленькая фея, и она открывает глазки, если подуть в бутылку. Почти. Да, так и есть. Ну как, сгодится? Так, здесь нужно потуже. Подожди, скоро всё будет готово. Ммм, они заняты чем-то очень интересным. А костюм получился даже более стильным, чем я думал. Друзья, уделите мне немного времени. Зосимос, найдётся минутка. Иди рассказала, что хочет осуществить твою мечту. Осуществить мечту? Она сказала, пусть я человек бесполезный. Всё равно я могу помочь Зосимосу осуществить мечту. Ведь я первая узнала, что он мечтает быть режиссёром. С ней я не согласна, просто передаю её слова. Мне с самого начала показалось, что идея отнюдь не бесполезный человек. При чём тут я? Смотрите, друзья, вы готовы? Тогда приглашаю на сцену главного героя сегодняшнего представления. Та-дам! Ого, Ки превратился в настоящего вора-волшебника! Блядь, великого вора! То есть ты думаешь, что режиссёр обрадуется, увидев актёра в новом костюме? Но это ведь просто образец. Неужели его так просто обрадовать? Ты не прав. Сам подумаешь, что принесёт режиссёру настоящую радость. Увидеть, как его идея воплощается на сцене правильными актёрами. Ха-ха, ладно, слушайся и повинуйся. Кто я такой, чтобы спорить со звездой представления? Зосимос разработал множество проектов и даже сделал несколько образцов. Его нужно просто подогнать по размеру, так что я немного посидела с иголкой и ниткой. Я надеюсь, таким вы видите главного героя пьесы. Великолепно, Игия, я... Я просто... Я... Я так тронут, спасибо вам. Я никогда не думал, что буду так счастлив. Впервые увидев свою пьесу, поставленную на сцене, Зосимос плачет от радости, ведь его мечта наконец сбылась. Как дела? Всё в порядке. Намного лучше. Спасибо ещё раз, Игия. Ух, ну что ты, даже не вспоминай. Итак, деталь у нас, пора возвращаться и идём к ядру Миража Велуриям, чтобы починить подземелья. А можно, Клепа идёт в этом костюме? Конечно. Пусть костюмы останутся у вас. Здорово, Аккея, ты тоже не снимай свой костюм, тебе он очень идёт. Поддерживаю нашего мага. Уверена, не каждый день тебе приходится играть такую незаурядную роль. Ладно, побуду великим вором ещё немного. Дядя Зосимос, пока! До свидания, мои дорогие друзья! Так, это, типа... Типа ещё не конец. Нет, это ещё не конец. Блядь, какие ебеня надо. А, ну да, тушь керню, блин, зажечь обратно. Кричняк. Блядь, нет! Сюда? Так, а откуда ближе будет? Наверное, отсюда. Телепорт. Так. Блин, а если лететь и лететь, ну да. Стоп, она вообще где-то выше. Эй! Боже! А чё она соскользила? Издец, как мне теперь туда забраться? Блядь, чё-то по этой хуйне соскальзывают. Стальзывают. Вау! Что-то мне подсказывает, надо было идти немного не так, как я пошёл, да? Но ничего страшного. Ну да! Ну да! Блядь, разъебётся ж. Ой, Эола и Калия, вы нас опередили! Да, когда представление подходило к концу, Капелька прислала нам сообщение от Игии. И мы сразу пришли сюда. И как дела у Лессика? Он потратил много сил на ремонт подземелья и теперь крепко спит в своей комнате. Ой, мне так неудобно! Всё справедливо. Он исправил свою ошибку и теперь может спать спокойно. Не беспокой... Не беспокойся о нём, правда. Ну, как скажешь. Ладно, давайте не будем тратить время впустую. Нам нужно починить ядро Миража Велурия. Здесь мы впервые встретили Капельку. Точно. Ядро Миража Велурия представляет собой огромный потоковый проектор. А наше подземелье — гигантский припринт. Значит, им создано всё, что мы видим вокруг. Не могу поверить. Ну что, как обычно, нам нужно зайти в припринт и всё починить. Да, Пайман, ты схватываешь на лето. Да мы ведь уже сто раз это делали. Ну что, за работу? Осталось совсем немного. Да, Пайман не терпится взяться за дело. Центральный узел состоит из деталей, которые нужно разместить... Просто разместить их в основании. Но мы не знаем, какими были исходные очертания. Да похуйё. Нахуй, на так. Так, и типа оно так не работает? А чё это вообще такое? Коробка конфет. А, блядь, выбрать. Ээээ... По центру верёвка. Сверху коробка конфет. Да, блядь, как оно должно быть? Может, сверху верёвка? Может, сверху верёвка? О, что-то похожее. Снизу давай это будет. А, не! Стоп, наоборот. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. О, я не знаю. Хе-хе-хе. 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 Ох. Снизу коробка конфет. А вот по центру... блять все равно не то а чуть и не нравится то она давай по центру коробка конфет будет ух ты сработало ну почему она не вращается детали вернулись в ядро и центральный узел обрел исходную форму вот и все как коджа нужно время чтобы затянуться после пореза таким центральному узлу потребуется время для восстановления от думаю ночи когда все будут спать он снова заработает да я думал тебе ничего не стоит запустить его прямо сейчас это что это было нам не терпится посмотреть на подземелье в его перво на первозданном виде и на идею когда она в своей стихии и клею хочет посмотреть как тетя идея делает магию да это будет супер круто вы о чем даже клею что-то знает а пойман нет пойман ты совсем ничего не заметила они говорят о настоящем облике нашего талисмана я уже говорила что идея куда способнее чем привыкла о себе думать у нее есть особая сила уверена некоторые из вас почувствовали ее на себе ты сразу это заметила генерал до меня все дошло только после разговора с улой значит наша генерал догадалась обо всем первой но даже и совсем не подавала виду то же самое можно сказать и о тебе кея как вы все поняли нет я ничего не пыталась скрывать чест слова просто выбить случайно сюда попали поэтому я решила что нынешнее мое обличие будет привычней я не хочу чтобы люди пугались при виде меня вот оно что что о чем вы откуда вы узнали во первых ни у кого из обитателей подземелья нет глаза бога но я чувствовала исходящее от них силу гидра потом я как-то задумалась сидя с книгой если гидра и дал он и способны принимать любой облик почему они не являются нам в облике человека да это очень проницательно что уж позвольте мне еще раз представиться я геонида сбежавшая сюда после смерти прошлого гидра архонта меня зовут идея океанида тетя идея такая красивая мне как-то не по себе от того что вы видите меня в настоящем облике но ты так прекрасно нельзя стесняться своей красоты но я стесняюсь погоди то есть все эти люди которых мы встретили в подземелья думаю человеческие прототипы этих гидра друзей давно покинули подземелья да когда они хотели уйти я отводила их к краю пустыни детали это подарки которые они мне оставили на память но мне всегда хотелось узнать что приводить людей в подземелья и с помощью потокового проектора я исполняла их желание ты умеешь исполнять желание но только в пределах бутылки точно какой ослепительный свет я только что поняла когда детали выпали из ядра мне сначала показалось что они вернулись к своим владельцам но на самом деле сначала детали выпали из ядра а потом появились хозяева или связанные с ними области но теперь все детали вернулись на свое место на место значит не беспокойся они никуда не исчезнут пока я не помню мы можем жаловаться друг на друга даже ругаться но в этом подземелье мы навсегда останемся друзьями мне так понравилась таратайка чок-чок и дядя режиссер я никогда их не забуду я тоже навсегда запомню приключения в этом подземелье вот и отлично наверное пришло время восстановить работу центрального узла давай идея наш волшебный талисман ох а ну же что что Странно, не работает. Неужели случилась утечка энергии из-за аварии? Ох, ну всё, вы меня так хвалили. И я сама возомнела из себя неизвестно кем. Дайте мне бутылку, чтобы спрятаться, я буду сидеть там сто лет. Эм, так-то и так в бутылке. Что же делать? Теперь вы не увидите, как на самом деле должен выглядеть Мираж Вилуриям. Подожди, у меня есть план. Правда, генерал Сангономия, расскажи. Иди, ты не могла бы одолжить мне шкатулку Синро из ядра подземелья? Шкатулка Синро? Знакомое название. Так... Это она? Ого, какая огромная ракушка! Это та самая реликвия, о которой говорила Кокоми! Кокоми! Значит, вот где она была спрятана! Когда-то она была ритуальным сосудом святилища Моун, изготовленная из останков Йокая под названием Синкера. Она слышит чаянье молящихся и превращает их в миражи. Во время завоевательного похода последнего префекта Ясиори, несколько веков назад реликвия была утеряна. Связанная с раковиной жемчужина должна чувствовать местонахождение своей шкатулки, но кто мог знать, что шкатулка попадет в ядро Миража Вилуриям. Как только она здесь оказалась, жемчужина погасла. А почему? Представь, что некий звук раздается в самой дальней комнате дома. Вряд ли ты его услышишь снаружи. А, я поняла! Ракушка очень любит играть, поэтому ее заперли в одиночной камере. Я тоже поняла! В последнее время ядро порядком износилось, поэтому жемчужина могла привезти тебя сюда. Совсем как мой компас сокровищ. Вернусь к своему рассказу. Без подношений в святилище ритуальный сосуд быстро теряет свою силу. Но тысячи людей, посетивших подземелье, принесли с собой желания и подарки, сыгравшие роль подношений. Ого! Не знала, что Атаракушка обладает такой силой! Да, и ей силы вполне достаточно, чтобы восстановить исходный увлик Миража Велорием. Но что мне делать? Все очень просто. Нужно разбудить ее, сказав вслух свое желание. Например, я Сангономия Коками, божественная жрица острова Вататсуми. Я хочу, чтобы мои идеи и стратегии помогали сделать немного счастливее жизни сородичей с острова Вататсуми и всех, кто мне дорог. Идея, а какое желание ты загадаешь? Я... Я хочу, чтобы все путники, побывавшие в Мираже Велорием, смогли осуществить свои настоящие желания. Не только в пределах подземелья, но и в большом мире. Я знаю, построить железную дорогу в большом мире – несбыточная мечта. И Маймона, скорее всего, вернулась к своим исследованиям. И я знаю, что Зосимасу нужно много работы, чтобы стать хорошим драматургом. И Фонтеги ему придется нелегко. Идти за мечтой никогда не бывает просто. Но я все равно надеюсь... Надеюсь, что однажды их мечты воплотятся в жизнь. Теперь объединенное село наших надежд и мечтаний в твоем распоряжении. Продолжение следует... Красиво. 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 Смотрите, кажется колесо починили. Какой это Ори, ей-богу! Быстрее! Быстрее! Ой, тётя Идия превратилась обратно! Что в порядке вообще? Наслушалась приятных слов, утонула во внимании и возомнила о себе невестью что. И наговорила много такого, за что теперь стыдно. Мне не хватит мужества, чтобы жить с этим дальше. Не говори так, ты загадала прекрасное желание. Да, ты загадала желание не для себя, а для других. У меня есть друзья, похожие на тебя. Они готовы сделать всё, чтобы порадовать других людей и осуществить их мечты. Мне кажется, это и есть настоящее благородство. Пожалуйста, не надо меня хвалить. Мне правда неловко, хочется провалиться на месте. Я не заслуживаю таких похвал. Я как будто во сне. Зато подземелье теперь в порядке. И все детали на своих местах. Что такое, Кле? У меня вдруг появилась целая куча желаний. Мне хочется ещё раз прокатиться на Таратайке Чух-Чух и посмотреть на подземелье с огромного колеса. Тётя Иди, на него можно как-нибудь забраться? Вообще-то можно, но там все не поместятся. Одной будет неинтересно. Тётя Почётный Рецарь, составишь мне компанию? А что за честь, госпожа Мак? Да уверена, но там очень высоко. А если мы упадём? Да ты же вроде умеешь летать. Да, но Паймон беспокоится о тебе. Ничего, я пойду вместе с вами и буду следить, чтобы никто не упал. Давно я туда не поднималась. Блять, только не говори, что туда надо будет пешкодрала охуярить. А как и куда? Ебучий церкак. Серьёзно? А туда вообще дойти можно? Ам... Ам... а где-то на блядь да шо ж ты не подсвечиваешься скотина ладно я так зайду а можно было как-то и попроще а рать сюда всего навалилось секунду блядь это так не работает а специальная платформа подожди бля я проебал так ждем платформу я залетел а куда дальше то блядь да корва некоторая проблема возникают сука блядь ну ты пизданутое животное блядь ну шо она вечно срывается я блядь блядь нихуя не понял что делать то надо на вершину центрального узла подняться окей блядь 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 я опять сорвался это ж как я ненавижу эту хуйню где блядь просто пытаешься угадать где заканчивается текстура а где еще не а ну ты пиздец чё игра хочет не серьезно а чё надо просто прокатиться бля я такую не проебал вообще не в дупле тихо ну ладно катаемся типа ну а как еще на вершину подняться прокатиться так но она по крайней мере или куда ого как красиво какой красивый вид тетя идея в следующий раз поднимись у доски и всеми остальными конечно мне блядь проводив гостей в большой мир я всегда поднималась поднимаясь сюда чтобы побыть немного в одиночестве они так радуются оказавшиеся в подземельях здесь их мечты становятся явью но узнав что ничего нельзя из этого унести с собой в большой мир они тоскуют одни разочарованно уходят другие жалеют что вообще здесь оказались и ты грустишь тетя идея иногда мне бывает одиноко но я не грущу уходя из подземелья некоторые люди разрушают свои миражи но так поступают не все например люди которых вы здесь встретили не стали ничего разрушать уходя из подземелья они попросили меня скопировать их с помощью гидроэдолонов и теперь копии хранят все созданное ими в подземелье можно сказать хранят их мечты красиво звучит да не знаю как у них дела но одна мысль о том что однажды они осуществят свои мечты в большом мире заживут так же как живут в подземелье их как живут в подземелье их копии наполняют меня счастьем я как будто смотрю на них из будущего где они достигают всего к чему стремились иди ты такая хорошая правда просто я представляю что каждая мечта каждое загаданное желание похоже на свет в бутылке может ты только идешь к своей мечте а может уже достиг ее но если свет из этой мечты вызывает на твоем лице улыбку больше ничего и не надо клея сейчас очень очень счастлива надеюсь я наконец отблагодарила алису забавно все это время я нахожусь посреди пустыни посреди огромного грязного болота давай пойман придумали тебе прозвище фея грязи бойтесь иди феи грязи смеешься надо мной я тебя проглочу мне все еще стыдно что вы увидели другую мою сторону но зато мираж велуриям снова работает скоро здесь будет много гостей так что рада так что вам стоит выкроить немного времени и повеселиться за наши мечты да я всех позову давайте все вместе прокатимся на второй тайке чух чух задание выполнено юхоу наконец то блин шоу разработчиков опять на полтора часа вышло где мои 40 минут радости а не полтора часа в прошлый раз было два часа спасибо чуть покороче эх, ладно, думаю на этом можно будет тогда и заканчивать всем спасибо за просмотр и всем пока 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 не